Сура 78. Весть. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. О чём они, меканские многобожники, расспрашивают друг друга, когда к ним пришёл пророк Мухаммад с миссией от Аллаха? О Вести Великой, о Коране, в котором возвещается воскрешение в день суда, относительно которой они, многобожники, расходятся во мнениях. Одни из тех многобожников приняли книгу Аллаха за колдовство, другие – за стихи поэта, третий – за предсказания, а четвёртый – за древние легенды. Но нет, совсем не так, как утверждают эти многобожники. Вскоре они узнают итог своего неверия. И ещё раз нет, совсем не так, как утверждают эти многобожники. Вскоре они узнают итог своего неверия. Разве мы не сделали землю, её поверхность, равниной, а не всю горами или водой? И горы – опорами, кольями, чтобы земная поверхность не двигалась. И мы создали вас, людей, парами, мужчинами и женщинами. И мы сделали сон ваш отдыхом, чтобы отдохнули ваши тела. И мы сделали ночь по кровам, которая покрывает своей темнотой. И сделали день временем жизни. Аллах сделал день светлым, чтобы в это время человек искал себе средства жизни и пропитания, которые для него предопределил Аллах. И построили над вами семь твердей, семь небес. И сделали пылающий светильник, солнце, который даёт тепло и свет. И низвели из выжимающих дождь облаков воду обильную, чтобы мы взрастили при помощи неё той воды, зёрна и растения, и сады густые, ветвистые. Поистине, день развлечения, день суда, есть установленный срок. Аллах определил этот день на конкретное время, которое знает только Он. И это время является общим для всех. День, когда подуют в рог. Ангелы с Рафил дунят в гигантский рог. И вы придёте к месту сбора толпами. И небо откроется и станет вратами. В небе откроется много ворот, чтобы не зашли ангелы. И будут приведены в движение горы. Они сойдут со своих мест и станут подобными рожу. Рассеются пылью и будут выглядеть, как пылевые облака. Поистине, гиена, ад, есть засада для беспредельных многобожников. Место возврата, в котором они пробудут века, вечно. Не вкушая там никакой прохлады и никакого питья, кроме кипятка и гноя, который выделяется из горящих тел адских мучеников. И это воздаяние соответственное, которое соответствует степени греха человека. Самый большой грех – многобожие и неверие. И за это даётся самое большое наказание – адский огонь. Поистине, они, неверующие, не надеялись на расчёт, ни на награду за хорошие дела, ни на наказание за плохие дела, так как они не верили в воскрешение, и отвергли наши знамения, аяты Корана. И каждую вещь мы сосчитали, записав. Аллах записал всё на хранимой скрижале «Лаухуль Махфуз», чтобы это знали ангелы. Вкушайте же, ощущайте адские мучения, и мы не прибавим вам ничего, кроме наказания. Наказание в аду будет вечным и постоянно увеличивающимся. Это очень важный и тяжёлый аят. Поистине, для остерегавшихся наказания Аллаха будет место спасения, спасения от адского огня, райские сады и виноградники, и полногрудые сверстницы, райские девы, и кубок полный райским вином. Не услышат они там в раю ни пустословия, ни обвинения во лжи. Речь обитателей рая истинна и правильна, и поэтому никого в раю не будут обвинять во лжи. «И воздаяние от твоего Господа дар, расчёт, Господа небес и земли, и того, что между ними, милость его». Они, люди, в день суда не получат от него возможности говорить, что пожелают. Даром Аллаха своим рабам явится исполнение его обещания, согласно которому за некоторые благие дела будет дана награда в десять раз больше, за некоторые в семьсот раз, а за некоторые, как, например, терпение, будет дана неисчислимая награда. В тот день, когда станут дух, ангел Джибриил и другие ангелы рядами, не будет говорить никто, кроме только тех, кому дозволит милостивый заступничество. Ведь он говорил в своей жизни правду, утверждал единственность Аллаха. Этот день, день суда, истина, произойдёт несомненно. И кто пожелал себе спасения, избрал для себя к своему Господу путь возврата, совершая праведные дела. Поистине, мы предостерегли, предупредили вас, о неверующий, о близком наказании, о наказании в аду, а близко оно потому, что непременно наступит. В тот день, когда человек увидит в записях, что уготовали его обе руки все свои дела, и скажет неверующий, «О, если бы я был, оставался, лишь почвой, не был бы воскрешён». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok